Вопрос о длительном лечении шизофрении и неоднократных стационированиях в этой связи в психиатрическую больницу и дальнейшей социализации этого человека, с которым происходят эти трудности. В вопросе звучит такая тема, а надо ли вообще стационироваться несколько раз в психиатрическую больницу, если после каждого стационирования состояние ухудшается? То есть увеличивается слабость, уменьшается воздействие психотропных препаратов, положительное воздействие психотропных препаратов. Надо ли в четвертый раз туда идти? И еще в этом вопросе слышится такая надежда. Вот я закончу институт и, возможно, смогу работать и преодолеть имеющийся у меня симптом. Вы знаете, может быть, диагноз, который устанавливается, написавшему это письмо молодому человеку, может быть, он не совсем верен. То есть, может быть, там нет такого приговора диагностического, что ли, в виде шизофрении. Может быть, там есть стойкий невроз, может быть, там есть рекуррентное депрессивное расстройство. И как раз, собственно, характер письма и надежды, которые высказывает этот человек, подтверждает это. Может быть, диагностически здесь не совсем верный подход. И, соответственно, лечебная тактика, то есть постоянное стационирование и накачивание целой группой психотропных препаратов. И посоветовать данному молодому человеку, что ему делать дальше, а он стоит именно, как я понял, с вопросами перед этой дилеммой, Наверное, усилить личностный рост, усилить социальные надежды, усилить психотерапевтическую компоненту борьбы со своим недугом. Есть такой экзистенциальный подход в психотерапии, есть даже экзистенциальная шкала, разработанная психотерапевтом, психологом Сенкевич, которая предполагает личностный рост и учет взаимоотношения человека с миром, с социумом, с работой, которая ему предстоит. И здесь мы выходим как раз на преодоление так называемой «наученной беспомощности», в кавычках. Может быть, вот тут кроется надежда и выход из данной ситуации. Конечно, не нужно кидаться в крайности и отрицать необходимость психофармакотерапии. Но в данном случае я бы пошел именно таким путем, о котором я сказал. Спасибо.